Привет! Сегодня я вам покажу, как можно размыть надпись, если вам нужно спрятать на экране какую-то конфиденциальную информацию. Запускаем LumaFusion и создаем новый проект. Я его так и назову. Размытие надписи. Добавлю заранее записанный экран. Вот у нас этот отрезок видео. Я просто потянула экран, и он сам уехал на место. Я бы хотела скрыть свое расписание вот здесь. Копируем дорожку и располагаем их друг над другом. Теперь переходим в редактирование верхней дорожки. Первое, что мы должны сделать, это эффект размытия. Заходим в эффекты, и я выбираю фильтр Гаусса 10. Можно выбрать и 100, и 20, но я хочу, чтобы было видно, что текст там есть, но сам текст был нечитабельным. Я, пожалуй, оставлю значение на 9. Теперь переходим в настройки размера кадра. И нам понадобится кадрирование. Надо обрезать размытую область. Обрезать мы можем двумя вариантами. Либо тянуть за ползуночки. Потянем слева и справа. И еще второй способ. Тянуть прямо на экране. Выбирайте, что вам удобнее. Вот что у нас получилось. Весь экран мы видим четко, а та область, которую я хотела замазать, размыто. И информацию невозможно прочитать. Но у нас же видео и экран двигаются. Вот, смотрите. И теперь надписи стали видны. А размытый прямоугольник остался на месте. Видите, он вот здесь. Нам надо этот размытый прямоугольник подвинуть тоже, чтобы он двигался с основным кадром и закрывал информацию. Это займет время. Приготовьтесь. Переходим в редактирование верхней дорожки. Снова нам понадобится кадрирование. Ставим маркер в начале дорожки. А затем находим на таймлайн момент, где начинается движение нашего кадра. И ставим маркер. Делаем шажок вправо стрелочкой, которая передвигает нас покадрово. И ставим маркер. И подвигаем границы слева. Переходим на пару кадров вперед. И снова ставим маркер. Двигаем границы. И повторяем это много-много раз. Чтобы ход нашей размытой области был плавный и она не двигалась резко. Кстати, кто не понимает, на какие стрелочки смотреть и что такое маркеры, у меня уже было очень подробное видео про это. Ставлю подсказку на экране. Можете посмотреть. Самое главное в этих маркерах не сбиваться с последовательности и не забывать ставить этот самый маркер. А то все придется переделывать. Кстати, эта работа заняла у меня 5 минут. А вы потом напишите в комментариях, за сколько вы справились. Тем временем я увеличила скорость видео. И мы дошли до того момента, где я стала пальцем держать экран планшета и изображение не двигается. А потом я отпустила палец и экран сам резко подвинулся на свое стандартное положение. Если раньше мы ставили маркеры через один шаг и движение было плавным, то теперь вы видите, что маркеры я ставлю на каждой секунде и мне приходится значительно подвигать размытый прямоугольник. Потому что его положение меняется каждую секунду очень заметно. Приходится подвигать границу прям на много. Ну, в общем, продолжаем делать то же самое. Маркер. Двигаем границу слева, справа. Один шаг на стрелочку вправо и снова новый маркер. Вроде бы все. Проверим, как получилось. Вроде бы все отлично. Проверим еще разок. Да, все получилось. Таким образом вы можете замылить любой текст или изображение на своем видео. Удачи! До следующего видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!